Как Европа отвернулась от Украины Майдана? Пассе поступило так же, как и хозяева отеля. Были выбраны деньги. Просто бизнес, ничего личного. Но у России много денег, а у Украины их вообще нет. Год-два. А потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. Интересно, вспомнила ли эту цитату из «Золотого теленка», выгоняемая из греческого отеля, украинская любительница флагов УПА? Хорошо бы. Так, по крайней мере, в ее сведомой голове возникнет понимание, а нас-то за что. Украина пережила с Европой недолгий роман в 2014 году, который так и не стал медовым месяцем. Но изрядно вскружил голову впечатлительной провинциалке. Получив от галантного кавалера иное количество цветов, открыток и вежливых комплиментов, наивная селянка всерьез решила, что она пронепрокоповна. И в самом деле теперь выглядит, как у лучших домов Лондона. Что ее везде ждут с красными дорожками и распростертыми объятиями. Везде учат мову, чтобы приветствовать на ней блистательную дебютантку. И всюду приспускают государственные флаги, чтобы поднять прапор счета Европы. Видимо, именно такая картина мира была в голове у Наталии Подоляк, когда она приехала со своим детским лагерем в греческий отель на острове Каламос. По-хозяйски, пометив территорию с балкона, тут же были вывешены флаги Украины и УПА. Но какой свидомит будет жить за границей, не сообщив всем, что он поддерживает Бандеру, Влэнскую резню, а то и прочие столпы национального духа. Видимо, Подоляк и ее детишки, среди которых было много отпрысков участников украинской агрессии на Донбассе, рассчитывали на подарки от администрации, скидку и бесплатные больше галушки, но все оказалось немножко не так. В номера обезвешенных церемоний зашли хозяева отеля, флаги сняли, а саму Подоляк и ее группа попросили на выход. Хотите бандерить? Бандерьте на улице, а тут приличное место. Финалом стал скандал с туроператором, который тоже не стал стесняться в выражениях. В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туроператора по имени Спартак. Были вновь угрозы выселения, оправдания персонала отеля, когда они ворвались в мой номер без моего присутствия и без предупреждения, запрета вешать флаги и обвинения в том, что я им угрожала полиции, в политической агрессии, и нарушение спокойствия других отдыхающих. Впрочем, быстро подоспели и другие подробности инцидента. Оказалось, что дело было не только во флагах. Все поведение украинской группы было крайне конфликтным и нетерпимым, к прочим, отдыхающим. По скрипту, Наталья Подоляк, сперва раскрутившая хайп вокруг собственного позора, в конце концов из-за негативной реакции в интернете, удалила свой пост в фейсбуке и отсюда выгнали. Да что ж такое-то! Этот кейс можно наделить именем собственным, вроде Казус Подоляк. Настолько он выразителен в плане всеобъемлющего облома по всем фронтам и направлениям. 33 несчастья. Но ведь иначе, собственно, уже и быть-то не могло. Вот что не понимала глупая свидомитка. Европейский ветер поменялся и давно уже дует не в украинские паруса. Россия вернулась в Пасе, откуда вся красная, как вареный рак, выскочила украинская делегация. Вернулась туда РФ по приглашению двух главных европейских стран – Франции и Германии. А «за» голосовали. Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марина, Турция, Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия. Зрада огромная, как географическая карта накрыла украинские представления о европейской поддержке. А в жиденьком стане верных союзников остались такие супердержавы, как Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, а также Великобритания, кто б сомневался, и династически оккупированная британцами Швеция. Пассе поступило так же, как и хозяева отеля. Были выбраны деньги. Просто бизнес, ничего личного. Но у России много денег, а у Украины их вообще нет. Потому лучше дружить с Россией, которая делает большой вклад в бюджет Пассе, и гнать в зашеи неуживчивых украинских туристов, которые распугивают нормальную клиентуру греческих отелей. И никакие идейные соображения этот финансовый интерес не перевесят. Старое, доброе понятие приличного общества, в которое не пускают разорившихся спекулянтов и назойливых попрошаек с колчаковских фронтов. Колесо Геннадьбы совершило полный оборот. И все вернулось на круги своя. Европа вернулась к партнерству с Россией, брезгливо отвернувшись от своей украинской жертвы курортного романчика. Не говоря уже о том, что давний конфликт между украинским шовинизмом образца столетней давности и современными европейскими ценностями перестал маскироваться и был разрешен самым доходчивым образом. Флаг УПА выставили вон. Теперь, пока Украина будет ассоциировать себя именно с этим флагом и этим антироссийским духом, ее будут отовсюду гнать, не слушая всхлипов и истерик. От Пассе до последнего отеля. Григорий Игнатов специально для журналистской правды. Как Европа отвернулась от Украины Майдана?